Всем привет! С вами мистер Кирич и сегодня я вам расскажу о животрепещущей вещи в нынешнее время. Мало кто знает, что помимо того, что нужно мыть руки, нужно мыть свои любимые гаджеты. Сегодня я постараюсь рассказать, чего делать можно и чего делать нельзя. Постараюсь подсказать, какими средствами надо пользоваться и сколько их надо использовать. Важно отметить, что вашего средства не требует большого количества антисептика, поэтому нужно быть с его использованием достаточно аккуратным. Итак, важно понять, что не рекомендуется использовать в электронике средства, которые на основе мыльных просторов или обычную воду. То есть, ваше средство для дезинфекции должно быть в основном на основе спиртового раствора. В принципе, тем же самым, чем вы вытираете руки. Напоминаю, что по рекомендациям ВОЗ спиртовой раствор должен быть не менее 70%. Это достаточно для мобильных устройств и есть некоторые исключения, которых я вам сегодня поведаю обязательно. Кроме того, таким дезинфицирующим спиртовым раствором вы можете обработать, например, бытовые устройства, бытовую технику и некоторые элементы общебытовой электроники, типа лифтов. То есть, кнопки в лифте вы можете точно так же обрабатывать антисептиком. Главное, делать это правильно. Ни в коем случае не используйте мыло. Я укажу в аннотациях еще ссылочку на одного знакомого лифтовика, который все-таки это все подробно более расскажет. Ну, а мы сегодня перейдем к более бытовым штукам. Что нам понадобится для этого? Нам понадобятся обычные антибактериальные салфетки. Так, поправится. Либо обычные вот такие вот бумажные салфетки, которые обычного типа. Дальше нам понадобится... Ну, я возьму влажную салфетку. То есть, желательно, чтобы она была без отдушки. Потому что содержание отдушки может быть каких-то подобных. И дальше нам понадобится антисептик. Антисептик, ну, в моем случае, это АХД-2000. Перелитый в удобную форму. И его всего лишь нужно по минимуму. То есть, легонечко приносить давили. И нам этого достаточно. Взяли салфеточку, немножечко подразмазали. И вперед. Теперь, во-первых, перед этим надо будет обязательно помыть руки. Я уже это сделал, так что меня не буду на этом останавливаться. И дальше протираем чехол. Если у нас он есть. То есть, чехол нужно протирать таким образом, чтобы не захватить камеру. Но можно захватить сам датчик отпечатков пальцев. То есть, они на это не зависят. Главное не тронуть камеру. Потому что на камере стекло со специальным покрытием, которое может от спирта раствориться. То есть, полностью телефон протираем аккуратненько. То есть, протираем все те места, которые со сгибами. То есть, на них может и определенное накопление быть. И дальше с внутренней стороны делаем все очень аккуратно. То есть, начинаем с вот этой стороны, которая с тыльной. Она самая безопасная, ничего страшного не будет. Главное, опять-таки, не тронуть камеру. Вытерли сбоку. Все кнопочки у разъемов вытерли. Вот. И дальше второй этап. Вот смотрите. Вот у нас есть вот такая вот литовая сторона флиптопа на чехле. Мы ее протираем и ни в коем случае не закрываем. Теперь я объясню, почему. Потому что вот эту часть стекла, вот наше стекло, которое у нас используется, его нельзя в основном вытирать спиртовым раствором. Почему? Потому что этот спиртовой раствор стирает это самое покрытие. И у вас телефон, во-первых, начнет слишком сильно непонятными лучами бликовать. И, во-вторых, плюс ко всему, еще у вас будет скольжение пальцев. Поэтому, если вы продезинфицировали руки, пожалуйста, дождитесь, пока это все высохнет. То есть, пока я вот с вами разговариваю, на данный момент уже прошло порядка 40 секунд. Весь антисептик практически высохнет. После этого можно телефон закрыть. Но, так как я протер еще раз, мне надо будет еще подождать. Эту основную крышку телефона вы, к сожалению, сможете вытереть только водой. Мыльным раствором желательно, опять-таки, не пользоваться. Но, опять-таки, нужно быть аккуратным с вот этой частью, там, где динамик, там, где находятся камеры. Для того, чтобы лучше вытирать все повреждения, все загрязнения с поверхности стеклянных, поверхностных мобильных устройств, вам нужна будет такая специальная микрофибровая тряпочка. То есть, все фотографы, они благополучно знают. Заведите отдельную для телефона, не будет лишним ею воспользоваться. То есть, в принципе, у меня такая тряпочка всегда с собой. И вот я беру и аккуратненько все это вытираю. В принципе, в принципе, можно карточку благополучно, то есть, вот эту штуку один раз промочить, чтобы она высохла, то есть, чтобы остаточные пары спирта вышли. Но особо они помогать, к сожалению, не будут. То есть, это чисто для вашего спокойствия. Я бы на самом деле просто оставил бы тряпочку, как есть. Дальше. По такому же правилу работают все, в принципе, устройства, которые используются в промышленности. То есть, вы можете тачскрины вытирать. То есть, обычный тачскрин, который промышленный, который стоит в терминале самообслуживания. Вы можете его протирать чем угодно, потому что на нем вот этого защитного покрытия нет. Если у вас телефон старого образца, и у него пластиковая специальная наклейка, то есть, которую вы наклеиваете, а не накладываете стеклом, то вы можете ее вытирать абсолютно спокойно, без каких-либо ограничений. То есть, вы берете эту салфетку и вытираете полностью. Если у вас на стекле есть такой маленький бугорок, то, скорее всего, у вас есть либо основное, либо защитное стекло. Если у вас пластиковая наклейка, которая отслаивается, которую видно, что ее можно отслоить, как вот на данном примере, то это значит, что у вас, скорее всего, пластиковый кожух, и вы можете его абсолютно спокойно вытирать, без каких-либо ограничений. Но, опять-таки, быть осторожными с камерой. Старые на китайских телефонах, на слабеньких, они камеры самые простые. Софт-тач пластик можно поярче вытирать. Вот такие вот самые простые правила. Операторы подсказывают самое важное правило, которое нужно соблюдать во время эпидемии. Вот, например, мобильные операторы уже пишут вместо названия своего оператора «Будь в дома». То есть, это значит, что надо находиться дома. Оставайтесь, пожалуйста, здоровыми. Всего вам хорошего и до свидания. Продолжение следует...